Харьковский университетский консорциум – единственная структура в Украине, которая объединяет высшие учебные заведения, говорит председатель организации Людмила Белова. За год работы к 30 вузам присоединились еще три учреждения Харькова. Участники консорциума за время своей деятельности провели ряд научно-образовательных выставок. Мы начали селье междувузских англомовных заходов. Это конференции, семинары, конференции и семинары для молодых науковцев. И на областном телебачене сегодня започаткована и уже регулярно выходит передача «Столкуемся английской лет» и «Ингриш» за участию выкладчиков, студентов, аспирантов, выпускников наших вишев. Глава Совета ректоров Виль Бакиров рассказал, в нынешнем году в Харькове продолжили популяризировать научную деятельность среди студентов. По его словам, в международной акции «Ночь музеев» приняли участие 14 учебных заведений города. Большой интерес юных специалистов проявляют и к фестивалю научные пикники. Помимо этого, участники Совета ректоров провели акцию «Высшая школа Харькова» сельскому абитуриенту. Уезжали наши представники до районов сельских, где мы работали с абитуриентами, продавали материалы, давали консультации. И таким чином, то помогали сельским абитуриентам выяснится в своем профессийном выборе. Первый вице-губернатор Юлия Светличная подчеркнула, сегодня в Харькове готовят к выпуску еще одну программу образовательного характера. По ее словам, передача даст возможность абитуриентам области больше узнать об особенностях учебных заведений региона. Кроме этого, в облгосадминистрации берут курс на коммерциализацию науки. Это коммерциализация научных идей. Это даст возможность кандидатам и докторам наук не складывать свои научные труды на полке. Мы же понимаем, что на сегодня нет единой базы. Мы не понимаем, сколько этих научных идей вообще в Харьковской области. Сколько их разработанных, сколько законченных, сколько перспективных. На заседании Совета ректоров побывал и народный депутат Украины Ирина Луценко. Она рассказала, сегодня четыре харьковских вуза занимают лидирующие позиции в списке лучших учебных заведений страны. Для Украины Харьков и Харьковская область есть очень серьезным регионом. Первая столица. Это 200 тысяч студентов, которые учатся, выпускаются и работают как в Украине, так и за кордоном. Это нобелевские лауреаты. Это серьезная, потужная, высшая школа. Это самый высший потенциал страны. За последние 10 лет финансирование образования в Украине уменьшилось ровно в два раза, говорит Ирина Луценко. Несмотря на трудное положение в стране, Верховные Рады и Кабинет Министров будут проводить реформы, направленные на улучшение образовательной сферы. Юлия Семененко, Надежда Тофан, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».